Дорогие мы, мир вам странники и пришельцы, мир вам братья и сёстры. Корот, свежий, достаточно свежий. Привет вам из Украины. Мы с очень коротким здесь вот визитом в вашу чудесную, теперь уже в вашу, как хотите, страну. И уже завтра мы возвращаемся в Украину и от вас передадим тогда ещё более свежий привет. Уже во вторник доставим ваш привет в Украину. Мне очень приятно вновь оказаться в вашей церкви. И от всего сердца благодарю всех за ваши молитвы и за ваше служение. В земле, где гробы отцов и дедов, в земле, которая в беде, в серьёзном таком испытании. Огромное-огромное спасибо. Я наслышан о служении вашей церкви, о том, что вы делаете, поддерживая там работу. У меня есть друзья, которые свидетельствуют об этом. Также и просто слова благодарности. Я хочу напомнить, что ваша церковь имеет, все люди в вашей церкви имеют дополнительное гражданство, помимо небесного и американского. То у каждого из вас есть гражданство в государстве бывших беспризорных, республика Пилигрим. Так называется наш детский центр, страна бывших беспризорных. И у каждого из вас есть безвизовый въезд в эту страну. После войны приглашаем вас в Мариуполь. И безвизы. Просто говорите, что вы из этой церкви и у вас свободный вход. Каждому из вас полагается дополнительная булочка в обед. И поверьте, это не маленькая привилегия. И каждый из вас также может пять минут без очереди попрыгать на батуте. У меня просьба, я не вижу часы. Мне надо, чтобы, как в прошлый раз, я не удвоил проповедь. Можно, Стас, есть ручные часы или на телефоне мне включите, чтобы я мог ориентироваться. Помогите мне. Я без очков не добычаю. О, где он у нас? О, теперь же бастерские часы особенно будут меня подкреплять в этом плане. Я, конечно же, поздравляю вас с Днем Отца. И это великое слово во всем мире. Отец, батя, папка. Это, конечно, оно не конкурирует со словом «мама». Но оно не менее величественное. А в нашей культуре, в украинской культуре, в постсоветской культуре отсутствие этого слова, я считаю, главным проклятием моей страны. Отсутствие культуры, отцовствия. Отцы, которые физически отсутствуют. Процент разводов 84. 84. Вот в регионе, где я живу, в Донбассе, слава Богу, на Западной Украине он существенно меньше. Но у нас просто катастрофа. Я считаю, это главным проклятием моей страны. И мы работаем с моими друзьями, чтобы День Отца стал нормой в Украине. Мы учредили такой праздник, Национальный центр отцовства. Мои хорошие друзья, мы лоббируем, чтобы роль отца в семье была возвышена. Я молюсь и благодарю всех отцов, присоединяюсь к прекрасным словам песен. Пусть Бог благословит всех папок. Я знаю, это нелегкая работа. Быть отцом, это нелегкое дело. Но у нас есть тот, на кого мы можем ориентироваться, от которого всякое отечество, всякое отцовство именуется. Поэтому у нас есть тот, кому мы можем подражать. Мои отдельные слова благодарности также отцам, которые в своей семье, у меня есть тысячи людей, знакомых, друзей, которые приняли в свои биологические семьи и приемных детей. Я фанат усыновления. Я адвокат-сирот. И для меня каждый человек, который, вот семья, которая помимо своих деток смогла открыть свой дом, свои сердца и взять еще ребеночка, это для меня особая радость. И сегодня поздравляя через свои социальные сети, я также поздравил огромную армию, всю возрастающую армию приемных родителей. Со мной есть мой администратор, мой помощник Станислав. Он первый раз в Соединенных Штатах. И когда у меня нет сил, он помогает мне здесь в наших плотных графиках. Как только мы вернемся домой, он станет помимо биологического отца еще и приемным отцом. Буквально через несколько дней в их семье окажется приемный ребенок. Ребенок со страшным диагнозом. Ребенок с очень серьезной меткой в карточке медицинской, которых обычно не усыновляют, но, по крайней мере, в нашей культуре делают это очень редко. И поэтому, Стас, тебе отдельно. С наступающим еще одним отцовством. И у меня есть подарок для вас. Наверное, в день отца первый подарок это фильм «Батя». Именно так назвали этот фильм журналисты громадского телевидения Украины. Фильм о наших тяжелых капеланских буднях. Мы живем на линии фронта. Мы живем на войне уже четвертый год. Есть такая была такая песня «Четвертый год нам нет житья от этих фрицев». Я недавно написал блог «Четвертый год нам нет житья от этих русских». Не от всех, а от вот этих, которые пришли и начали лупасить градами по нашим детям, по нашим домам, захватывать наши церкви. Мы живем на войне восемь миль. Восемь миль до линии фронта от моего дома. И в прямом смысле слова, не в переносном, в прямом смысле слова, из окон моего дома вид на линию фронта. Четвертый год. Окна дрожали в моем доме последний раз сегодня. Сегодня танками лупасили в Широкино или где-то там в Павлополе. Я успел прочитать в новостях. И каждый день обстрелы, и каждый день дрожат окна. Моя капелланская команда, я капеллан украинской армии, также здесь, вот о наших капелланских буднях, каждый день на фронте всю войну. Всю войну. Мои помощники капелланы, один из них отец, 12 приемных детей. На фронте каждый день. Туда, куда не едет ни Организация Объединенных Наций, ни Красный Крест, под обстрелами, над неразорвавшимися минами. Мы живем в непростое время и, слава Богу, держим оборону и надеемся, что так и не отдадим наши города, наши церкви, наши семьи на поругание врагу. Это хороший, но тяжелый фильм. Вот этот фильм поприятнее, это фильм о нашей кругосветке, бывших беспризорных. Мы едем вокруг земного шара с моими сынами на велосипедах. Мы фанаты усыновления и вдохновляем людей усыновлять деток. Я отец уже 32 за эти годы приемных детей, хотя всегда подчеркиваю, что моя ситуация ненормальная, неправильная, так не годится, у меня ужасная история, она не годится для примера, никому не надо усыновлять 32 ребенка, но мы верим, что есть достаточно людей, кто мог бы взять одного. И мы вот об этом. Мы проехали уже 20 тысяч километров на велосипедах, это 13 тысяч почти миль. И если мы будем живы, что не факт в нашей мариупольской истории, то однажды приедем к вам сюда на великах. Тренируйтесь, разминайтесь. По плану, в следующем летом мы, по идее, должны пересекать США. И по-любому пройдет велотур через Филадельфию. Так что, кто его знает, может быть, через год, в воскресенье, мы попросим у вас здесь возможность выспаться нам в спальниках и потом послужим в церкви и помчимся дальше. Тренируйтесь и присоединяйтесь. Еще один фильм, необычная история с этим фильмом, это голливудский фильм о нашей работе. Это я, только очень такой грустный, мрачный здесь. Фильм называется «Олмост хоррый» или «Почти святой». Его прямо перед войной, их чуть не убили чудом, они еле-еле успели учаться. Они закончили съемки и улетели за день, из Донецкого аэропорта, за день до того, когда бои начались там. Они уже ночевали, режиссеры на полу в милицейском участке. Это голливудский фильм, Теренс Малек, легендарный голливудский режиссер, у него три номинации на «Оскар» и «Пальмовая ветвь в Каннах», Каннский фестиваль победителей. У композитора «Оскар» и «Грэмми». Звукооператор снимал фильм «Побег из Шаушенка», один из самых титулованных и топовых фильмов в истории. Фильм признан лучшим документальным фильмом года в мире среди двухсот отобранных фильмов по версии «Нью-Йорк Таймс» и «Голливудской компанией». Но для меня самое интересное, что фильм получил во время войны главную награду на российском кинофестивале документальных фильмов. Я думал меня разыгрывать. Во время войны в Москве и Питере его смотрела интеллигенция, рыдала в кинозалах и среди 140 картин, которые были представлены, российская интеллигенция отдала главный приз фильму об украинском сектате о С-32 приемных детей с, мягко говоря, очень жесткой антипутинской позиции. Это небольшой вам подарок для вашей церкви. Спасибо, что могу быть здесь с вами сегодня. И я рад поделиться с вами словом и вместе поразмышлять над словом Иакова. Замечательное послание. И 25 лет в этом году будет, как я, пастор церкви. И, конечно, я верю в силу слова. Я не знаю ничего более могущественного, чем Слово Божие. Оно реально меняет судьбы жизни людей. Радикально меняет жизни людей. Здесь тот же Стас, уже упомянутый здесь, да? Это мой помощник. Его привязывали тросиком от мотоцикла к батарее, чтобы он не кололся, чтобы не убивал себя наркотиками. Он перепиливал тросик металлический, делал из простыней веревку, из шестого этажа убегал и продолжал убивать себя наркотиками. Но однажды мама привела его в церковь. Я побеседовал с ним. Не помню. Тысячи людей проходят через наше служение разное и реабилитационное в том числе. Но он говорит, что я побеседовал с ним и все-таки он согласился и уехал в репцентр. Сегодня этот парень закончил университет. У него высшее образование, у него прекрасная семья, дочечка, приемным отцом становится через несколько дней. А еще он взял в руки однажды трубу и сказал, я нахочу научиться играть для Господа. И все посмеялись, но сегодня никому не смешно, когда он выходит и начинает играть. Люди просто отказываются верить, что этот парень убирал от наркотиков. Я не знаю, будет ли возможность ему сыграть в конце. Если да, то дайте знать. Он может коротенькую какую-нибудь дать такую шоку. Но я верю в силу слова и с радостью разделю с вами вот этот ваш план Шкелия. Хотя, признаюсь, мой любимый стих чуть-чуть ниже. Не добирайтесь вы сегодня до него. Там, где сказано истинное благочестие, истинная вера в других переводах. Это заботиться о стариках и сиротах и хранить себя неосверненным от мира. Я обожаю этот стих. Вот такое короткое описание христианства. Когда мне кто-то говорит из моих православных, там, знакомых, у вас неправильная вера, я открываю этот стих и говорю, послушай, вот короткая формулировка истинного христианства. Первое. Служи людям. Служи тем, кто сам не может послужить себе. Старикам, сиротам. И второе. Храни себя в этом мире. Так просто. И так, так мощно сказано. Ну, мы оставим этот стих на следующее воскресенье вам. И я иду дальше по плану, который у вас есть. С 21 стихами. Посему, отложив всякую нечистоту. Первая глава Якова, 21 стих. Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Отложив нечистоту и злобу в кротости, принимайте слово, которое может вас спасти. Знаете, в этом мире нечистота, вот, ну, она захлестывает людей. Столько гадостей и зло, оно такое изобретательное. Оно, оно с каждым годом все более изощренное. И оно пытается захлестывать тебя. И злоба, злость, ненависть, зло в этом мире, оно как в бушующий океан. Может быть, особенно сегодня для меня это слово очень важно, потому что за два года до войны стало быть, уже пять лет назад я был в США, и со мной случилась странная история. Я сидел, кушал в гостях у ребят хороший кусок мяса. И в соседней комнате играла музыка. Какой-то диск поставил, кто-то и музыкой играл. Знаете, я никогда в жизни не оставлял кусок мяса ради того, чтобы пойти послушать музыку. Но в этот день музыка как будто звала меня. Иди сюда. Я не могу сконцентрироваться на хорошем кусок стейки. Мелодия зовет меня в соседнюю комнату. Я сперва просто так отвлекался. Опять к стейку, потом опять к музыке, к стейку. А потом я встал, оставил кусок мяса. Это было единственный раз в моей жизни. И пошел в соседнюю комнату слушать музыку. Друзья говорят, Геннадий, ты куда? Я говорю, подождите, подождите. Я сел напротив хорошей звуковой аппаратуры. Слушал невероятную мелорию. И со мной начало происходить что-то не очень рационально объяснимое. Я не мистик, я рационалист. Я не бросаюсь словами, Бог мне сказал. Я слишком много видел в жизни глупостей, которые люди от имени Божьего заявляют. Но когда я сел напротив этих колонок и музыка лилась в мою душу, вдруг, как будто бы кто-то кинотеатр включил в моей голове. Такого со мной никогда не было. Я вдруг под эту мелодию я вдруг представляю шторм. Бурю. Огромный бушующий океан. И я вижу как будто бы как кино в мозгах. Как будто вот какой-то мувик. Я стою на скале, на камне. И огромные волны пенятся вокруг и пытаются сорвать меня в пучину. Я понимаю, если в это удастся, я погиб. То есть вокруг бушующий океан. Я на скале. И эти волны как будто тянутся ко мне и пытаются меня утопить. И я понимаю, мне нужно устоять посреди этой бури, шторма. Мне нужно устоять. Я буквально, когда закончилась мелодия, я вот так потряс головой. Ребята уже сами бросили стейки. Геннадий, Геннадий, я их уже не слышал. Музыка пленила мой разум, мои эмоции. Шторм. Скала. И мне надо устоять. Когда они зашли, я встряхнул головой. Говорю, что это было? А не в смысле? Просто мелодия. Говорят, нет, нет. Что это происходило сейчас со мной? Мы не знаем. Ты мясо бросил, пожел музыку. Я говорю, что это за мелодия? Ребята говорят, мы не знаем. Достают диск. CD-диск. Читают. У нас имя, фамилия пианиста. И дальше, внимание, название композиции, которая играла. «Standing», о-о-о-о, могу чуть-чуть ошибиться, «On the storm». Устоять в шторме. Эта композиция называлась «Устоять в шторме». Она меня настолько потрясла, что она звучала во мне. Я послушал еще много раз. И когда я вернулся домой, я начал чувствовать, что Бог хочет мне что-то важное сказать. Моя проповедь через две недели на Пасху в моей церкви называлась «Устоять в шторме». Знаете, обычно, когда я проповедую, у меня бывает много всяких шуток, веселых иллюстраций. Тем более, на Пасху, праздничный день, но я как будто бы придавил церковь в пасхальное служение в кресло. Я кричал. Эту проповедь можно найти в интернете. «Геннадий Махненко устоять в шторме». Я кричал. Братья и сестры, идет буря. Приближается ураган. Весь наш привычный мир разрушится. Все вокруг нас будет захлёстываться ненавистью. Мир, в котором мы живем, будет абсолютно потрясен. Идет буря, идет шторм. И перед нами стоит неслабая задача устоять в шторме. Устоять в чистоте посреди нечестия. Устоять в любви посреди ненависти, которая души давит, рвет людей. Я проповедовал это в пасхальное воскресенье, церковь меня не понял. А через неделю, после Мариупольской проповеди, через две, я проповедовал это в Славянске. В церкви моего епископа. И меня тоже не было. Что с тобой, Геннадий? Когда всё началось, люди стали присылать мне ссылку на эту проповедь. Геннадий, ты помнишь, что ты нам проповедовал? Потому что шторм пришёл. Пришла буря. Люди стали превращаться в зверей. Весь наш привычный мир рухлый. Страшное слово из детских книжек «Ойна» стало реальностью. Рассказы деда о дороге жизни, по которой он ездил в блокадный Ленинград и привозил продукты, превратились в мою жизнь и жизнь моей команды. Мы накрутили по линии фронта. Моя капелланская команда больше трёх раз объехала вокруг земного шара по линии фронта. Больше 120 тысяч километров за три года войны мы намотали по линии фронта, под обстрелами, под минами, под танковыми обстрелами, под снайперскими, пулемётными, над неразорвавшимися минами каждый день. Которые торчат в дороге вверх оперения. Пришла буря, пришел шторм. Братья, отложи всякую нечистоту и остаток злобы. Звучит повелением для нас, но ведь это непросто. В мире нечестия, в мире зла отложить злобу, это непросто. Я никогда эти три года самые страшные в моей жизни за спиной. Столько ненависти, столько проклятий. Каждый день на мою голову сыпятся тысячи проклятий. Тысячи. Ложь. Абсолютная ложь. Прошлое воскресенье я приехал проповедовать в церковь. В Атланте. И я зашел в пастырский кабинет. Команда служителей. Но мне нужно было срочно отправить кое-что в Украину. И срочно я присел в углу на компьютере. И меня не видно. И стоят браты, пастыр. И заходит один браток. Он не видит меня. Пастыр! К нам Махненко собрался. Он расшигает ненависть между людьми России и Украиной. Он сыновей отправил убивать. Он сам воюет и убивает. Он не христианин. Братья знают, что я сижу в углу. Он нет. Нам нельзя его принимать. Я сижу смеюсь. Потому что это маленькая такая капелька лжи, которая вылита на мою голову за эти три года. Ну просто я очевидец. Так в углу оказался. Пастыр повел себя достойно. Он так взял глубокий вдох. Говорит, брат, а если окажется так, что вы лжете сейчас? Дальше было интересно. Ну оставим. Угрозы, ненависть, злоба захлёстывает как что и пытается тебя вовлечь в этом. Диверсионная группа, которая была взята в Мариуполе еще в начале войны, я только недавно мне об этом рассказали открыто. Только полтора месяца назад мне открыто сказали это. Диверсанты, одну из задач, которую они имели, диверсионная группа российская, одна из задач в Мариуполе была публично, демонстративно пустить мне пулю в лоб. Это подчеркивали мне, я не знаю других задач, но вот что мне сказали люди из спецслужб. Пастор, у них была задача не просто тебя отравить, не просто какой-нибудь несчастный случай организовать, а демонстративно, где-нибудь на подходе к церкви в воскресенье, просто расстрелять, чтобы запугать других. В священниках, отца 32 приемных детей, в воскресенье перед церковью, люди сходят с ума. За что? Просто за то, что я называю зло злом. Просто за то, что я называю интервенцию интервенцией. Вот за это. И посреди этого всего тебе надо устоять. Устоять в любви, в том числе и к ним. И это непростая задача. Непросто в мире, где бушует ненависть, грех, где звереют люди, остаться людьми. Когда меня спрашивают, что делает ваша капелланская команда на фронте, какая ваша задача. Вы знаете, одна из первых задач, одна из самых главных, помочь людям остаться людьми, даже посреди ада под названием война. Не превратиться в зверей, не стать из защитников страны, мародерами, насильниками, грабителями. Это непростая задача, потому что люди сходят с ума на войне. Отложив всякое нечестие, всякую нечистоту, остаток злобы. Немаленькая задача. Я полон ненависти в эти три года. И я разделить эту ненависть очень сложно. Я вообще верю, вы знаете, что Бог не только любовь. Я снял одну программу полемическую с моим вечным оппонентом Сергеем Небедовичем во время войны. Я ее назвал так. Недостаток ненависти в современной церкви. Что, естественно, вызвало любопытство, полемику. Потому что Бог не только любовь. Бог это еще и гнев. Гнев человеческий, это одна история. А гнев Божий, это реальность. И нам нужна не только Божья любовь. Он возлюбил правду и что? И возненавидел беззаконие. Я ненавижу беззаконие. То беззаконие, которое в мою страну валилось. Которое заливает кровью. В полтора метрах, в полтора метрах от моего сына. От моего приемного сына. Снайпер прямо в висок расстрелял его друга. Полтора метра. Славка был беспризорником с пяти лет. В десять его посадили за кастрюлю супа. За кастрюлю супа. В детский закрытый интернат решением суда. Он просто прокрался от входа к холодильнику. Выпил этот суп. И ему дали три года. В тринадцать он стал моим приемным сыном. Мы объездили с ним. Проехали на великах больше две трети земного шара. Мы провели сотни, сотни служений. Мы вдохновили сотни, сотни людей усыновлять деток. Мы вместе служили Богу в Африке. Беспризорным детям в Африке. Мы покоряли горные вершины. Сегодня он солдат. Доброволец. Он мог не идти. И он откачивает своего друга под обстрелом. Пока не понимает, что он вытирает мозги друга с лица. Мальчишке было девятнадцать. Единственный ребенок в семье. И когда я приехал на фронт к нему через день-два, я посмотрел в глаза сына. Я его не узнал. Ему больше не двадцать лет. Я не узнал глаза моего сына. В это время тебе хочется проклясть весь этот мир. Ненависть захлёстывает тебя. Душит. Тебе хочется крикнуть, как поэт в средневековье. Остановите землю, я сойду. Ты не можешь ненавидеть. Ты должен ненавидеть зло. Но ты не можешь ненавидеть тех, кого одурманили демоны. Кремлевские, в том числе бесы, коммунистические духи. И вдохновили, и кинули на эту братоубийственную бойню. И ты берёшься за руки солдатами и молишься. И когда ты доходишь до пункта, Господь, благослови врагов наших. Нелегко, солдатам. Тебе нелегко, священник. А солдатам и подам. Они вчера друга хоронили. И твоя молитва, благослови, Господь, врагов наших. Дай им вернуться к своим жёнам, деткам. Дай им вернуться к своим матерям. Не в гробах. Конечно, мы добавляем, Господь, дай им покаяться однажды за то, что они натворили. Дай им покаяться за то, что они уверен, поверили лжецам, демонам, обольстителям, Боже. Дай им однажды попросить прощения перед тобой, перед нами. За то, что натворили земля наша. У меня было 4 стиха. Я остановился на первой строчке. Очень коротко. Буря идёт в нашу жизнь. Мы живём сейчас в буре. Для нас это, сколько там, 9 вал, да, или 12, сколько это баллов бывает, шторм самый большой, не знаю. Страшный шторм, жуткий шторм. Окна дрожат каждый день. Линия фронта, беженцы. Мы тонем просто в ненависть людская вокруг. Но здесь, в Америке, вроде бы всё красиво, вроде бы всё сытно. Но здесь тоже штормит. И в любой, даже в такой классной стране, как Америка, есть нечистота, и её полным-полно. И злоба здесь захлёстывает людей. Люди, живя здесь, ненавидят многих. Меня точно многих. Бывшие мои друзья, до войны кричавшие, Геннадий, мы так рады видеть тебя в церкви в любое время. Аллилуйя, Геннадий, ты для нас. Сегодня проклинают ни за что. Ни за что. Просто за то, что мы пытаемся защитить наши дома, наши семьи. И остановить зло. И они наполнены здесь, за тысячи километров, злобой. Нас там, буря не может сорвать со скалы. Мы стоим в любви. И они здесь тонут в ненависти от бури, которая там. Мне здесь рассказывают, разутся русские с украинцами здесь. Я говорю, братья, приезжайте в Широкино ко мне на фронт. Мы вас помирим. Вы терётесь на парковке церкви в Сакраменто. Поехали в Широкино. Русские ребята воюют рядом с украинцами. Хлопцы из Мариуполя, Донбасса. Этничные, не говорящие по-украински, как и я. Украинские, они не говорят, как и я. Но они умирают друг за друга. А вы здесь тонете в злобе. Здесь хватает нечестия и злобы. Храни вас, Господь, братья и сёстры. В ваших штормах, в ваших бурях надо устоять. Когда злоба или нечестие будет пытаться захлестнуть тебя, стой на скале. Пожалуй, я попрошу пастора недоразобранные мной стихи перенести на следующее воскресенье, чтобы не нарушать ваш график. Чуть-чуть уплотните туда, в ту сторону. Ещё раз хочу поблагодарить вас за возможность быть здесь с вами. И от имени тех, кто там сегодня. Мы держим оборону. Мурах не пройдёт. Победа будет за нами. Империя умрёт. Памятники Ленина будут валить в Москве. Мавзолей будут разбирать на сувениры. У меня есть друзья. Я антисоветчик с 13 лет. У меня есть друзья в Москве. У них кирка лежит в коридоре за дверью. Они говорят, Геннадий, как только всё начнётся в Москве, мы сразу с киркой к мавзолею, мы тебе обещаем кусок от мавзолея на память, сувенир, как к антисоветчику с 13. Я знаю, я верю, придёт день, когда новое руководство постимперской России, я надеюсь, наберётся мужество и скажет украинцы, простите, пожалуйста. Может быть, приедет ко мне в Широке, где всё залито кровью мальчишек. Где два дня назад чудом не погибла команда моих капелланов. Два дня назад чудом. Они выехали на фронт, забыли одного из капелланов. Звонок говорит, братик, вы уехали. Они, ой, он не в машине. Вернулись назад, процедура заняла ровно 7-8-10 минут максимум. Они приезжают на фронт, солдат никого нет. Хлопцы, что вы где? Эй, эй! Пацаны вылазят. А вы как здесь? Ну, мы вот приехали. Так, тут же только что 8 мин лело. Несколько минут назад. Прямо 8 мин. Вот ровно эти несколько минут, которые они вернулись назад, спасли мою команду от смерти. А среди них отец 12 приемных детей. Спасибо за молитвы. Спасибо за то, что ваша страна там, страна ваших отцов и дедов. Мы переживаем чудо. То, что мы живы, то, что мой город устоял, огромное чудо. Благослови вас, Господь, мирного неба вам над головой, вашим детям. И, пожалуйста, штормам нечестия и бурям злобы не отдайте свою жизнь, свои души и в кротости принимайте насаждаемое слово. Кротость – это не бессилие. Кротость – это это не это не значит перед злом смиряться. Ни в коем случае. Кротость – это слово укращение. В этом слове – сила. Кротость – это огромный, сильный конь укращенный, который подчиняется узде, да, божественной узде. Кротость – это не слабость. Кротость – это управляемая сила. В нашем случае управляемая Богом – сила. Будьте сильными внутри, но перед Господом белый флаг всегда, как в одной песне мы слушали с утра. Управляемость Богом твоей силы, твоего духа. Принимайте слово. Оно спасает наши души. Устоять среди нечестия, устоять среди злобы. Огромный вам привет. Благодарю за возможность быть с вами в это утро. И давайте встанем и поморимся. Николу истреб.